Как и прошлой весной, продуктовые наборы получают льготные категории учащихся. Это дети из многодетных, малообеспеченных семей, дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Дети с ограниченными возможностями здоровья, опекаемые и приемные. В общей сложности на областном и муниципальных уровнях данная мера поддержки охватывает 48 377 школьников. В набор входят продукты, рекомендованные Роспотребнадзором. По сравнению с весной состав изменился. На этот раз решили исключить скоропортящиеся продукты. В комплект вошли крупа, макароны, растительное масло, консервы, сладости. Так как у нас сейчас дистанционное обучение проводится, поэтому питания горячего нет. А льготные категории получают в соответствии с их суммой именно за учебные дни учебного процесса. Сейчас исключены продукты, которые требуют особых условий хранения или транспортировки. То есть раньше у нас были яйца, то так как они продукт, который может биться, и масло сливочное, которое может таять при комнатной температуре, поэтому эти продукты исключены. И фрукты, так как тоже это требует особых условий транспортировки. Поэтому остались сухие продукты, консервы, добавили мы кондитерские изделия. На днях позвонили классные руководители, пригласили получить продуктовые наборы, так как ребятишки находятся на дистанционном обучении. По мерам поддержки нашей семьи мы очень благодарны, потому что это очень хорошая помощь в наше трудное время. Такие достойные, богатые продуктовые наборы хорошего качества. И поэтому большое спасибо организаторам данной программы. Акция стартовала 10 ноября и завершится уже на этой неделе. В общей сложности в Ленинске-Кузнецком будет выдано более 2000 продуктовых наборов.